Здравствуйте, друзья, здесь Демитков Юрий. Сейчас я хочу рассказать о том, как сегодня нас пытались ограбить опять очередной раз со Сбербанка снять деньги. Как происходило дело? Я был в Москве, я ехал в Москву, и звонит мне жена днем с телефона ребенка и говорит, слушай, что-то странное, у меня телефон работал-работал, а потом вдруг перестал, вот только что вот я звонила кому-то, а потом раз я звонил, а сим-карта недоступна, пришли домой, говорит, попытались там поменять ее, в другой слой поставить, ничего не помогает. Билайновскую карту телефон видит, а МТСовскую нет. Ну, я сразу почему-то понял, что это взлом и, скорее всего, взлом с попыткой взломать банк. И поэтому, как только я вернулся домой, я сразу же побежал в салон МТС для того, чтобы поменять сим-карту. И я говорю, послушайте, а вот за этот период сегодня днем приходили какие-то смс-ки или нет? Они говорят, да, приходили с номера 900. То есть это Сбербанк. Сбербанк, надо сказать, что это банк самый массовый, в Сбербанке есть счета практически у всех, то есть если хочешь украсть деньги, то, скорее всего, ищи деньги в Сбербанке у человека. Это еще один повод задуматься о банке. Как происходит дело? Смотрите, какая ситуация. Вот недавно я читал просто такую же ситуацию, подобную про человека, который был индивидуальный предприниматель, и он улетел в Испанию отдыхать, и как только он прилетел в Испанию, у него внезапно перестал работать телефон. Когда он вернулся, он обнаружил, что с его счета было снято 24 миллиона рублей. Как это происходит? Так, ну, наверное, я не буду рассказывать детали, но, в общем, люди берут, меняют сим-карту мошенническим путем, иначе это нельзя сделать, но они делают замену сим-карты у телефона, потом заходят на сайт банка и говорят, я забыл пароль. Вот, они говорят, ну, как вы хотите, подтвердите на номер телефона, номер телефона подделом. На номер телефона приходит какое-то подтверждение, дальше они заходят в личный кабинет банка, и, собственно, все. Вот, но есть приятная новость. Когда я пришел в салон МТС, они говорят, да, приходила масса смс-ок с Сбербанка. Ну, во-первых, я-то знаю, что там на Сбербанке ничего нет, во-первых. А во-вторых, они говорят, ну, таким образом, имея телефон МТС, украсть, вот таким образом, деньги с телефона МТС нельзя. Почему? Потому что, если происходит смена сим-карты, то оператор МТС отключает возможность, ну, не работы с банком, а вот финансовых операций с банком, подтверждение финансовых операций через банк в течение суток, эта возможность отключается. То есть я вовремя прибежал и вовремя побежал, потому что завтра после обеда уже люди могли бы снять деньги. в течение суток. Ну, я спросил у МТС, говорю, другие операторы, как? Он говорит, я не знаю, как другие, но вот я отвечаю за МТС, поэтому это МТС, другие не знаю. Узнайте. Вот, но вот такой способ грабежа есть. Он достаточно распространен, поэтому я сразу побежал, первое, что я сделал, я сразу побежал в МТС и говорю, ребята, блокируйте симку, давайте мне новую. Вот, как еще избежать, чтобы деньги не украли? Ну, просто не иметь денег в банке. Элементарно. Смотрите, есть, скажем, банковский счет. В банковском счете надо хранить деньги. Да, они у меня есть, и я всем рассказываю, что, да, пожалуйста, вот у меня есть там Тинькоу-банк, Рокет-банк, Сбербанк, пожалуйста, вот, у меня есть Бин-банк карточки, но там деньги только на текущие расходы. То есть даже если у меня эти карточки взломают, то деньги украдут только на текущие расходы. А вот брокерский счет взломать невозможно, потому что на брокерском счете защита намного серьезней. Даже если украдут компьютер, даже если украдут компьютер и телефон, Они даже смогли войти на брокерский счет, но с брокерского счета деньги снять. Вот даже в таком случае можно только переводом на счет того человека, на который зарегистрирован брокерский счет. На банковский счет того человека, на который зарегистрирован брокерский счет. Почему так происходит? Да потому что большие деньги хранятся на брокерских счетах, а не на банковских. Брокерский счет привязан непосредственно к компьютеру, к данному компьютеру. Он привязывается, я на своих курсах рассказывал ребятам вот недавно, как привязывается брокерский счет и брокерский терминал. Он привязывается к конкретному компьютеру. Если попытаются, значит кто-то узнал пароль и логин, например, да, и решили войти с другого компьютера, не войдут, потому что система видит, что входит с другого компьютера, там включается дополнительно идентификация, то есть там смс, там что-то еще. Вот, ну хорошо, предположим вошли, предположим украли номер телефона, но вывести деньги можно только вот со счета Демиткова Юрия, только на счет Демиткова Юрия в банке. Все, это дополнительная защита, то есть брокерский счет защищен намного сильнее, во-первых. Во-вторых, доходность брокерского счета намного выше, там 9%, 12%, 20%, 30% годовых можно иметь, но чем выше процент, тем выше риск. Я могу сразу сказать, чем выше процент вы хотите доходности, тем больше вы рискуете, чем меньше процент доходности, тем меньше вы рискуете. Но абсолютно безрисковые вещи, это ОФЗ, например, достигает там 7-8-9% годовых смело. Ни один банк вам таких процентов на депозит не даст, поэтому брокерский счет по-любому выгоднее. И я вам всем рекомендую открывать брокерские счета. Вот, как это делать, как начать инвестировать, как открыть брокерский счет. Обращайтесь, пожалуйста, сейчас вы видите сайт мой, demetkovyur.com, там можно абсолютно бесплатно нажать на кнопочку «Модельные портфели», там будет подробная информация о том, как открыть брокерский счет и как его пополнить без комиссии. А также вы можете установить себе терминал, я об этом рассказываю, но уже на платном курсе, который в ближайшее время будет стоить 3 тысячи, сейчас еще есть возможность за 2 тысячи приобрести тот курс, который прошел. Тот курс, который сейчас идет, он будет стоить 3 тысячи в любом случае. Поэтому, ну, просто он более системный, более такой вот, ну, мне больше нравится. Он более системный, более современный. Поэтому, друзья мои, я призываю вас оставаться на моем канале, я рассказываю о том, как начать инвестировать, как инвестировать с прибылью. Солидно. Я рассказываю только те инвестиции, только те инструменты, которые сам проверил и в которые верю. Ну, и рассказываю о наиболее часто встречающихся ошибках. Оставайтесь на моем канале. Спасибо за внимание. С вами был Деметков Юрий.